В Центрально-Африканской Республике наибольшее разнообразие трофейных животных. Павел уже в третий раз приезжает в Царь. Добывал много трофеев. На территории этой страны расположены две основные охотничьи зоны – саванны и леса. Здесь можно добыть трофеи самых разнообразных животных – гигантского илонда, льва, леопарда, буйвола, гигантскую лесную свинью, бонго и кистиухую свинью. На этот раз у нас лицензия на такие редкие виды, как гигантская лесная свинья и кистиухая свинья. Кистиухая свинья в Западной и Центральной Африке называется еще рыжей речной свиньей. Высота в полке 65-80 см. Вес до 120 кг. Стадные животные, живущие семейными группами, по 6-12 голов. Иногда бывает больше. Быстро бегают, хорошо плавают, храбры и будущие в окружении потенциально опасны. Из-за ночного образа жизни это животное редко можно наблюдать, даже там, где оно многочислено. Клыки, как трофеи, очень малые, но шкура привлекательна, а мясо отличное. Средний показатель клыков по книге рекордов о СИАй около 10 см. Кистиухие свиньи имеют очень яркий окрас. Клыки есть и у самцов, и у самок. В целом достигают длины до 150 см. При весе до 120 кг. Обитают эти свиньи в Западной и Центральной Африке. Их ареал распространяется от Сенегала до Демократической Республики Конго. В случае опасности они быстро спасаются бегством. Спустя неделю сафари нам все же удалось добыть наш редкий трофей. Я видел его, но тогда я видел Бабун сидеть, я подумал, что он может быть так же. Я видел его. Лапа, товарищ. Лапа, товарищ. Из-за этого второй клык у него вырос длинный, больше, чем обычный. Следующий наш трофей – гигантская лесная свинья. Впервые с гигантской лесной свиньей мы столкнулись в Эфиопии. Большая лесная свинья широко распространена в Западной и Центральной Африке. Это самый крупный представитель семейства свиней. Достигает до 300 килограмм в весе. Для науки лесная свинья была открыта в 1904 году. Это самая крупная из всех ныне живущих свиней. В среднем самец лесной свиньи достигает 110 сантиметров в холке при весе от 180 до 270 килограмм. Ее массивная голова имеет длинную плоскую морду. Под глазами находятся гигантские выросты, типа бородавок, которые втрое крупнее, чем у бородавочника. Клыки выходят изо рта горизонтально и изгибаются назад. Увидеть днем это редкое животное – большая удача. Первый раз я вижу гигантские лесные свинья – большой самец. Но лицензии здесь нет нифига. Ларушек может. Да, стрелять может было как-то на раз-два-три. Триста. А? Триста. Да нет, меньше. Двести шестьдесят, шестьдесят, пятьдесят. Мы же здесь мерили уже их. В другой части Африки можно договориться, но не в Эфиопии. Выехали из лагеря еще затемно. Доехали до места охоты. Еще километра три пешком по тропическому лесу до Солонца. Этот Солонец проверяли восемь дней. Несколько ночей ночевали на вышке. Здесь в Африке она зовется Ашан. И вот, наконец, нам повезло. Время – в семь утра. Время – в семь утра. Выстрел был с расстояния 120 метров. Павел стрелял в карабина Реймора Йоханссона под патрон 416-й Рикпи. Даже с такого калибра кабан ушел в лес. Очень крепкое животное на рану. При стрельбе в густых зарослях, где видимость не больше 2-3 метров, лучше всего использовать оптику ЗД-6 Сваровский. Или стрелять с открытого прицела. Это непростой объект охоты. Встречается не во многих коллекциях. На самом деле, ее вообще редко можно увидеть. Широко распространена в Западной и Центральной Африке. Это самый крупный представитель семейства свиней. Достигает до 300 килограмм в весе. У самцов лесной свиньи сильные, но менее выдающиеся, чем у бородавочника клыки. Встретить их можно от Гвинеи до Танзании. Живут они в тропических лесах, иногда в древесных или кустарниковых саваннах. Большие лесные свиньи живут в группах, состоящие, как правило, из одного самца, нескольких самок и потомства разного возраста. Самцы следят за безопасностью группы и нападают на хищников, такие как леопарды или пятнистые гиены. Жертвами их нападения могут становиться иногда и люди. Они выходят в панель. Несколько дней, вообще никого не видели. Лёва ушел, перестал даже отвечать. И вот на восьмой день сафари мы взяли гигантскую лесную свинью. Это одна из животных группы А. Здесь есть бонго, есть илон, здесь лев и гигантская лесная свинья. И еще ситатунга, лесная ситатунга. Вот в царе. Все остальные относятся к категории группы Б. Как Ирик всегда говорит мне, что у меня нет фотографий. Многие африканские трофеи добываются поистине потом и кровью. Впереди трехкилометровый путь сквозь джунгли до машины с 200-килограммовой свиньей на плечах. Многие африканские трофеи